Привет, друзья! Редиска эксклюзив. Первое главное. Подписывайтесь на телеграм, ставьте лайк и комментируйте видео. Мы начинаем. В день независимости Украины 24 августа будет ровно полгода, как Россия начала широкомасштабную войну против Украины. Однако российским войскам за эти шесть месяцев так и не удалось достичь тех целей, которые перед ними ставил Кремль, развязывая эту кровавую войну. Украина выстояла, Зеленский из Киева не бежал. ВСУ мужественно сдерживают врага, заставляя ежедневно нести огромные потери. Россия же за это время оказалась в изоляции и под гнетом колоссальных санкций, поставила под сомнение статус своих вооруженных сил как второй сильнейшей армии мира, а благодаря взрывам в Крыму узнала, что вопрос Крыма еще не закрыт, как она настаивала с 2014 года. Военнослужащий ВСУ-блогер Юрий Касьянов рассказал, каковы итоги шести месяцев войны в Украине, насколько мы близки к ее завершению, сумеет ли Украина вернуть Крым и Донбасс, а также перенесется ли война на территорию России. По мнению Касьянова, Путин падет. Либо под ударами наших войск, либо под ударами изнутри. Я больше верю в силу украинского оружия. Военнослужащий ВСУ говорит, что свет в конце тоннеля виден, только вот неизвестно, тот ли это свет и не завалится ли тоннель. Очень много поставлено на карту с обеих сторон. У нас поставлено на карту само существование украинского государства и нас, граждан Украины, готовых защищать свою страну и свой дом. У Кремля тоже все поставлено на карту, потому что проигрыш в войне для Путина будет означать гибель. Россия сейчас ничего не может добиться на фронте, и чем дольше идет война, тем больше шатким становится ее позиция. Но не мы пришли в Россию с оружием. Не мы грозились захватить Москву. Планы Кремля разрушены, и России нужна оперативная пауза, поэтому с ее стороны так много заявлений о необходимости проведения переговоров. Вот и Эрдоган приезжал в Украину и об этом говорил. Однако все московские планы на переговоры призваны позволить России перегруппироваться. Что будет дальше, сказать сложно. Прогнозы – неблагодарное дело. К тому же, они зависят от множества условий и факторов. Скажу лишь одно. Если Россия не решится на применение ядерного оружия, то война закончится в 2023 году, весной и летом. Но я не Нострадамус. Я просто оцениваю наши возможности и прикидываю, какими будут погодные условия, говорит Касьянов. К весне-лету Украина нанесет России такие поражения, которые приведут к тому, что российское руководство под ударами украинской армии и внутренних волнений воров будет вынуждена пойти на попятную. Однако если предположить, что в России не будет волнений и война будет затягиваться, нам придется идти дальше на Москву. То есть, если мы будем успешно воевать, но не сломим хребет этому медведю, не уничтожим полностью росвоенную машину, не разгромим ее в Украине, то придется идти дальше в Россию и громить ее уже на территории врага. Такой сценарий может растянуться на очень долгое время, я бы так далеко не загадывал. Также Касьянов думает, что мы можем вернуть и более древние территории, которые когда-то были в составе Украины. Так может произойти в случае, если в России начнутся волнения и усилятся центробежные процессы. Тогда многие регионы РФ сочтут за благо присоединиться к более прогрессивной Украине, чем оставаться в рамках деградирующего государства, охваченного преступностью бандами, где не ценится жизнь человека. Это вообще не проблема. Проблема только в том, что Россия говорит, Крым наш, российский. Мы его никогда не отдадим и будем защищать его с помощью ядерного оружия. Москва постоянно шантажирует нас и мир бомбами. В принципе, удержать Крым без применения ядерного оружия Россия не сможет. С военной точки зрения, это абсурд, потому что Крым – это такой себе непотопляемый авианосец, пришвартованный к берегу, который никуда не может уплыть, имеет ограниченные размеры, просматривается и простреливается вдоль и поперек. Удержать такой плацдарм невозможно. И как только будет разрушен крымский мост-полуостров, будет демилитаризирован украинской армией. Кроме того, Касьянов сказал о возможности возвращения Украины и более древних территорий. Например, речь идет о Таганроге, Краснодарском крае и других регионах. Все они когда-то были в составе Украины. Допускаю, что эти регионы могут сами пожелать присоединиться к Украине, если будет развал, деградация и дезинтеграция РФ. То есть, речь не идет о захвате Украины этих территорий, нет. Я говорю о том, что в ситуации, когда Россия начнет распадаться, определенным территориям будет весьма выгодно присоединиться именно к Украине, которая заслуженно занимает особое место в семье европейских народов. Впрочем, это еще не скоро, а вот Крым мы действительно можем вернуть. Не просто можем, у нас просто нет других вариантов. И Донбасс мы освободим. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк.